Друзья, всем привет! Буквально несколько сюжетов хочу, чтобы вы увидели о нашей новой полиции. Один из сюжетов прислал мне мой подписчик Сывана Франковска, стал он свидетелем ДТП с новой полиции. Послушайте, пожалуйста, пояснение водителя, который стал невольным участником профессионализма нашей новой патрульной полиции. Второй же сюжет со мной. Двигался я по трассе по направлению в город Харьков. Встретил я патрульный аутлендер, который просто несся по трассе с красным проблесковым маячком. Хотел, чтобы я его пропустил. Что из этого вышло, посмотрите. Друзья, хочу, чтобы вы посмотрели, как реагирует полиция на критику о своих нарушениях. Очень часто вы можете слышать, что водители на дорогах ведут себя неадекватно и пытаются увиливать от тех или иных правонарушений, пользуясь лазейками в законе. Посмотрите, как это делает полиция. Обратите внимание на то, как они нагло себя ведут и знают, что абсолютно их действия безнаказаны, и можно им вытворять все, что угодно. Я думаю, что вы видели большое количество фотографий с ДТП и с новыми аутлендерами, и с дастерами, и сколько приусов перебили они. Хочу, чтобы вы взяли на заметку, вооружились подобными видео, не стеснялись обращать внимание полиции на их нарушения, фиксировали, писали заявления. Их тоже можно наказывать и нужно. Всем до новых встреч. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Инстаграм, фейсбук мы внизу. До новых встреч. Всем пока. Так, вот тут такая авария. Мерседес. Так, вот такие полицайские. С таким номером. Ви начальник полиции. Представьте себе. Я громадянин. Я начальник полиции, подполкованный полиции. А я президент України. Вже приятно с президентом позвольствоваться. Я громадянин України. Я розумію, але закрываються следующие действия. Ви як кто? Я инспектор сектору кадрового забезпечения. 18-3, выполните. Я вас прошу. Ви до меня не вернулись? Ви 18-3, выполните. Ви идите, пожалуйста. Номер жетона 0103, 0103, 021, 18-3. Я вам еще раз говорю. Ви идите, пожалуйста. Ви мене не представите позвищення? Ви якесь дистанете коментарі? Ви коментарі. Хто винен? Та то понятно, що хто. Щось скажете, щоб потім було трошечки вам лекше, я так думаю, яка ситуація була, яка причина, ну, ДТП, хто, що, до чого. ДТП включений правий поворот, а повертають наліво. Ага, вони? Так. Вони повертались сюди, так? Я не знаю, хто вони повертали, вони повертали направо. Вони звідом їхали, так? З Рогатана. З Рогатана. Ага, з Рогатана їхали. Так. Я заді них. Ага. Вони включають правий поворот. А повертали наліво? Ага, ви якраз, понятно, ви їх вдарили в ліву сторону. Я не мав куди одягатись. Тепер кажуть. То вийшли на об'єн і вони потім... Вийшли на об'єн і заді них їхав. Він включає правий поворот. Ну, той в сотий, я пішов вже. Ага, пішли ви? Включаю лівий поворот, щоб задні машини бачили. Та й їду, а вони наліво. Так, але вони так понабирають школьників. Ось так, через Renault Duster. Ця один до списку битих. Відноситься. Йедуть правим поворотом, повертають наліво. Ось такі у нас полицейські. Нові. Ну а че, машина... Машина у нас газіонна. Можна нормально 150 балити. Ніхто слова не скажет, хто тебе ток остановить. Ніхто вообще, без проблем. Можна нарушається. Можна нарушається. Напоминаю, друзья, хто не знає. Скорость на данному участку дороги составляет 110 км в час. Я предлагаю догнать полицію. Можна на мене. Можна на них. Так як я беру с них пример. Можна на них. Так як вони нарушають. Можна нарушається. Скоростной режим. При этом не включаю. Зрублю 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 яички. Можна нарушається. Просто балять 140 по трассе. Иногда 150. Иногда 160. Ну, я думаю, что пришло время попросить инспекторов полиции, наверное, остановиться все-таки и пояснить, почему они нарушают, куда они так торопятся, может, у них что-то случилось, может, у них болит что-то, или они просто задумались и не обращают внимания, что они находятся в опасности и подвергают опасности других участников дорожного движения. Ну, сейчас попробуем это сделать и инспекторов полиции остановить. Не знаю, сколько это получится, но попробуем. Спросим у них, как так получается, что они нарушают? Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, у вас что-то случилось, наверное? У нас? Нет. Ничего не случилось? Нет. Скажите, а куда вы так торопитесь? Мы? Да. В прямом смысле, куда? Ну, в прямом смысле, куда вы торопитесь? Едем на пересменку. Да. Скажите, пожалуйста, мне, как участнику дорожного движения, можно поинтересоваться у вас, сколько на данном участке дороги разрешенная скорость, согласно правилу дорожного движения? Может быть, я просто чего-то не знаю или я неправильно читал? Ну, сколько? Ну, сколько? Нет, ну, вы скажите. Вы просто полиция. Я беру с вас пример. Мне в правилах дорожного движения, в законе полиции сказано, что сотрудник полиции является сердцем. Это тот, кто подает пример. Обрасывайся, середины. Я беру с вас пример. Да. Мы по трассе, вон, с вами больше 150. Как так? Я не могу понять. Я знал, что на данном участке дороги, где есть две полосы в одном направлении, и между ними есть либо разделительная бетонная полоса, либо вот такая вот история. Бульва. Скорость 110 км в час. Я правильно знаю? Все правильно. Как мы едем с вами 150? Не знаю. Вот и я не знаю, учитывая, что упали. Вы никуда не торопитесь. У меня вопрос, почему вы конкретно нарушаете? И я вынужден нарушать вместе с вами, потому что вы для меня заряд. Я еду, беру с вас пример, нарушаю. Как так? Скажите, чем я нарушил? Тем, что я ехал быстро, вы говорите? Ну, скоростной режим вы нарушили. Мы же пришли. Я же объяснил. Чем я могу измерить скоростной режим, скажите? Я думаю, что своим спидометром, как любой водитель, в том числе и я. Это же не спидометр, не является измерителем. То есть вы не смотрите на него, когда едете? Смотрю. Вы ориентируетесь на что? В принципе, на то, как столбы мелькают у вас? Нет. А на что? На дорогу смотрю. Сколько у вас на спидометре было? Я не смотрел, сколько я ехал. Вот. Я ехал за вами. Сделал внимания, что вы двигаетесь очень быстро. И понял, наверное, что вы не смотрите на спидометр, а должны бы, по идее, как любой участник Дружного движения, не говоря о том, что вы полицейский. Да, да, хорошо. Вы едете очень быстро, вы нарушаете. И я вам предлагаю сейчас, чтобы ваш напарник составил на вас постановление и на меня, как на участника Дружного движения, который брал с вас пример и нарушал скоростной режим. И мы оба с вами заплатим штраф. Как вам такой вариант? Нет, не такой вариант не подходит. Почему? Потому что скорость ничем не измерили. Что значит не измерили? Я говорю, что своим спидометром я измерил, более того, я это и фиксировал все это время. Это же не измерительный прибор. Это не измерительный прибор. Но он показывает фактически... Это же не радар. То есть вы просто отрицаете, что вы нарушали скоростной режим. Я правильно понимаю? Хорошо. У меня к вам другой вопрос. Вы за мной ехали, это тоже зафиксировано. Включили красный проблесковый маячок. Прижимались ко мне. Кстати, опасно, в чем прижимались. Не соблюдают дистанцию. В связи с чем это происходило? Вас мы прижимали? Ну вы ехали за мной, включили красный проблесковый маячок. В связи с чем? Объясните мне. Я ехал на круиз-контроле, согласно правил дорожного движения. Вы ехали за мной. Я все фиксировал на камеру чудесным образом. Да. Почему? Вы включили красный проблесковый маячок. Что вас побудило? Чтобы я вас пропустил вправо? Если я ничего не нарушал, двигался абсолютно с соблюдением скоростного режима. Вы же двигались в крайне левой полосе. Абсолютно верно. Я выбрал для себя безопасную левую полосу, потому что вправо было плохое покрытие. И вы именно поэтому меня сгоняли. Более того, с красным проблесковым. Почему? Нет, подождите. Я вас не сгонял. Я вам громкоговоритель не говорил. Красный проблесковый маячок. Прижмитесь, уступите. Вопрос. Что меня, как участника дорожного движения, обязывает красным проблесковым маячок на патронную автомобилю? Прижаться ближе к правой краю проезжей части и остановиться. Правильно. В связи с чем вы мне дали такое указание? Вы этого не делали. В связи с чем вы это хотели, чтобы я сделал? Я этого не хотел. Зачем вы включили красный проблесковый маячок? Не отрицайте, у меня же есть видео. Я не отрицаю. Зачем вы его включали? Вы едете в крайнем левом ряду. Я еду в крайнем левом ряду, да. Вы считаете, что вы царь горы. Я так не считаю. Правильно. Я вам объясняю. Объясняю. Красный проблесковый маячок, согласно закону о полиции, в каких случаях включается? Вы считаете, что вы по самовелению можете его нажимать, чтобы вас пропускали на трассе? Вы действительно так думаете? В законе о полиции? Да, да, конечно. Спецсигналы? Спецсигналы. В каких случаях вы включаете? Это написано в законе о полиции? В каком случае вы включаете спецсигналы? Хорошо, ответьте мне так. В случае какого-то неотложного задания. Супер. Либо еще чего-то. Вот. В данном конкретном случае что из этого было? Ну вы же не знаете. Может у меня какое-то задание. Может мне коллеги по рации ориентировку передают. Поэтому я и спрашиваю вас. Вот вы сейчас видите, врете мне на трассе. Я вам вру. Хорошо. Что? Как об стенку горохом. Что хорошо? Я объясняю. Вы топите на этой машине. Вы выдали. Я все же говорю. Хорошо, выдали. Хорошо, спасибо, выдали. Вы тратите бензин государственный. Вы превышаете скорость. Вы создаете аварийную опасность на дороге. Никому не создавал. Я вам напоминаю, что подобная скорость, она влечет за собой повышенную опасность. На данных скоростях у нас на Украине не передвигаются, если вы не знали. Это прямо запрещено законом. Вы знали об этом? Чем вы измерите скорость? Я допоказывал своим спидометром. Специально ехал и комментировал все, что происходило. Что? А вы мне сейчас стоите. Спидометр неизмерительный прибор. Отлично. Сколько вы ехали? Я же говорю, не смотрел. 110. 110 ехали, отлично. И напарникова, что же, да он 110 вы ехали, правильно я понимаю? 110 не нарушали. Чудесно. Вам не стыдно обоим? Абсолютно. Вообще. Счастливого пути. До свидания. Я вас больше не задерживаю. Мне с вами все ясно. До свидания. Приятно было с вами пообщаться. Не могу сказать того же. Ну. Поворот, придурки. Поворот. Я думаю, что в данном конкретном случае больше не надо никаких комментариев давать. Всем и так понятно, да? Что это за люди? Кто выходит на трассу патрулировать? И кто вас учит право дорожного движения? Делайте, ребята, свои выводы, пожалуйста. Не оставляйте без внимания подобные случаи. Обязательно пишите заявление, что я сейчас и сделаю. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!